Приветствуем вас. Приветствуем вас. Приветствуем вас. Приветствуем вас. Если вы смотрите эту программу, значит вы инопланетянин. И мы хотим пригласить вас к нам на планету, чтобы вы могли увидеть, попробовать и испытать все невероятные вещи, которые у нас есть. Например, топливо, завёрнутое в другое топливо. И вибрации. Ха-ха. Как вам такое? Или, скажем, разумную жизнь. Звучит круто? Тогда держите курс в сторону галактики Млечный Путь и посетите Землю. По дороге на Землю вы наверняка увидите этот огромный огненный шар. Мы называем его Солнце. И без него мы ничто. Это потому, что Солнце посылает лучи на нашу планету. Лучи, которые, смешавшись со всем остальным, создают жизнь. Для нас, людей, большинство этой жизни это топливо. Оно даёт нам силы делать все потрясающие вещи, которые можно делать на Земле. Например, вот это. Или это. Или даже это. Так что, если хотите попробовать эти офигенные земные штуки, вам понадобится много топлива. И самое важное, что нужно знать о топливе, это то, что на Земле существует три главных топливных цикла. Первый начинается, когда Солнце появляется на горизонте. Вот примерно... Ну, давай, двигайся! Сколько можно ждать? Давай скорее уже! Давай, блин! Сейчас! Первый источник топлива, с которым вы столкнетесь в это время, представляет собой темную загадочную жидкость, которую подают в горячем виде. Всюду на Земле люди употребляют ее, как только видят Солнце, потому что эта жидкость дает им мощный энергетический толчок. Мы называем это кофе! Мы любим кофе! Ко-фе! Кофе — это то, что дает нам энергию и сфокусированность, которые позволяют нам быть готовыми для более сложного вида топлива. Например, для вот этих существ. Если вы достаточно быстры, чтобы поймать одного из них, вы будете вознаграждены вот этим. Мы называем это яйцо. Да, снаружи оно не такое уж и особенное, но вы полюбите яйца, потому что внутри них спрятано тонны энергии. И все, что нужно, чтобы ее достать, это разбить их, скипятить их, выпить их, прожарить их или облупить. Положить их на тарелку и назвать их странным именем, например, Омлет или Бенедикт или просто Вася. Помогите! А затем положить все это в ваш топливный бак. Если топливо хорошее, вы начнете издавать эти звуки. Затем нужно все это перемолочь, всосать внутрь, туда, где топливо превращается в... Энергию! Весь этот процесс называется... А когда люди делают это в то время, как солнце восходит, это называется... ЗАВТРАК! Завтрак — это то, что дает нам, землянам, силы следовать за солнцем вверх, пока оно не достигнет своей самой высокой точки в небе. Что само по себе означает второй топливный цикл на Земле. Мы называем его... ОБЕД! Издревле обедом правит особый вид топлива. Он появился давным-давно в руках Создателя, который залез в эту бесформенную мглу теста и чистой силой воли принес нам хрустящую корочку. А потом был соус, сыр, плюс куча других топпингов на ваш выбор. 50 рублей за топпинг. Все это печется в пламени Земли, где становится пиццей! Доставка всюду по вселенной. Звоните сейчас. Если мы не доставим вам пиццу в течение 35 тысяч световых лет, пицца за наш счет. Возможно, даже люди называют мне богом пиццы. Ну, в принципе, это логично. Чем я занимаюсь? Люди Земли веками поклонялись этому великому источнику топлива. Доказательства этого могут быть найдены в архитектуре и массовой культуре, которые определяют нашу историю. Но хоть некоторые люди и верят в то, что в пицце спрятаны тайны нашего прошлого, а, возможно, даже и будущего, другие верят, что ее истинное предназначение — это привлечь инопланетных гостей. Таких, как вы. Гостей, которые прилетят сюда ради пиццы, но останутся, чтобы исследовать другие источники топлива, которые у нас есть. Так что, если это похоже на вас, то вы готовы для этого. Мы называем это «рынок». Рынок — это потрясающее место, особенно в вашу первую поездку на Землю. Все, что создано мощными лучами солнца, может быть найдено здесь. Это место, в котором любопытные инопланетяне, как вы, могут попробовать максимальное количество разного топлива. Например, вот эти скользкие подводные существа. В них много важнейшего земного элемента, известного здесь как белок. И вот эти штуки — одни из лучших земных источников элемента под названием электролиты. Все просто. Выберите, что вам нужно, улыбнитесь, и оно ваше. В пакетике. Иногда ваше любопытство может захватить вас, и рынок способен вскружить вам голову. Если оно у вас есть. Но это не проблема, потому что здесь много дружелюбных людей, готовых прийти к вам на помощь. В зависимости от того, на какую часть планеты вы приземлитесь, у людей будет разное мнение о том, какое топливо лучшее. Но в одном мы согласны. Есть вид топлива, который нравится всем. Оно называется... Привет, я Моржук из Японии. Я тоже в мясо в хлебе. Чао, я Равьолик. Будем друшить, я сыр в хлебе. Привет, я один сам. Млюзка в хлебе. Ешьте нас. После ланча солнце начинает свой длинный путь вниз. Это то время, когда жители Земли испытывают коллективный упадок энергии. Чтобы справиться с этим, мы обращаемся к топливу, которое растет из земли. Все, что нужно сделать, это просто добавить воды. Подогреть и добавить воздуха, используя то, что мы называем сапог. Сапог — это старинный земной инструмент, который используется для прикрытия ног. И если вы чувствуете, что ваши ноги устали, настало время вот для этого. Мы называем это чай. Мягкий, расслабляющий. Ничто на Земле не сравнится с чаем. Отсюда начинается наш плавный путь в третий и заключительный топливный цикл на Земле. Время, которое не просто дает нам энергию, но еще и собирает нас вместе. Это то, что мы называем ужин. И он начинается прямо сейчас. Эй, бонасер, алиени. Вените, дай. Бенаривати. Ло сай? Ме пиаче кантаре, кандо кучино. Ла-ла-ла. Кандо сямо арабиати, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Скотта, скотта, скотта. Метямо сувора куа. Сурса. А, сэнти, сэнти, кээ профумо. Ло сэнти? Идямо. Это бабушка. Многие верят, что бабушки делают лучшие ужины на Земле. Это розбиф. Это саламе. Панец. Чиз. Ее ужины собирают людей и превращают их в то, что мы называем семья. Но, конечно, это не единственный вид ужина на Земле. Это шеф-повар. Его ужины собирают людей в виртуальные общины любителей топлива, более известные как отзывы посетителей. Люди обожают проявлять свои чувства к топливу. Так сильно, что мы даже организовали целый ритуал, который позволяет нам делать это каждый раз, когда мы едим. Он заключается в том, что мы поднимаем емкость с жидкостью вверх, в сторону уходящего солнца. Вот так. Разве вы не рады, что остались на ужин? Но вообще, на самом деле, неважно, как вы это делаете, или с кем, или даже где, потому что, если это происходит в тот момент, когда солнце садится, тогда это точно ужин. Ну, конечно же ужин, это должен быть ужин, потому что это означает, что завтра, когда солнце начнет подниматься, будет завтрак. И так снова, и снова, и снова. Это то, что заставляет Землю вращаться. Это то, что заставляет вращаться нас. Все это из-за солнца. Так что, когда будете пролетать мимо этого огромного огненного шара, вспомните одно маленькое полезное земное слово. Спасибо тебе, солнце, за кофе, и за яйца, и за рынки, и за эти скользкие штуки, и за эти раскаленные штуки, и за холодные тоже. Спасибо тебе за обед, за ужин, за семейный ужин, за пятизвездочный ужин, за топливо, которое можно держать в руках, которое кладут в хлеб, нанизывают на палочки, и за чай. Спасибо тебе, солнце, за это топливо, которое объединяет нас, и заставляет нас просто мычать. Мы его так любим, что даже не называем топливом, мы называем это еда. И приглашаем вас к нам за стол. Стоп, 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 чуть не забыл. Есть еще один топливный цикл на Земле, он называется... И он делается с помощью особенного вида топлива. И он делается с помощью особенного вида. И он делается с помощью особенного вида. Я из России, я мясо в хлебе Печи в хлебе, печи в хлебе Один другу, один себе Смирь себе Привет, я Манжун из Японии Я тоже мясо в хлебе Печи в хлебе, печи в хлебе Один другу, один себе Смирь себе Чоу, я Равиолей, будем дружить Я сын, хлеб Печи в хлебе, печи в хлебе Один другу, один себе Смирь себе Привет! Я один сам! Блюзка в хлебе! Ешьте нас! Друг друг... Вечи в хлебе expensive Ешьте нас седен волшебен Волшебен Друг друг... Вечи в хлебе knights Вечи в хлебеzw Ешьте нас седен волшебен Волшебен На что, навсюду, на земле!